Всем привет, с вами Citizen, и в этом видео я расскажу вам о процессе распада Священной Римской империи, а также к чему это в итоге привело. Приятного просмотра! Сначала, произошедшая в 1789 году Великая Французская революция была встречена в немецких кругах с большим энтузиазмом. Однако вскоре отношение к революционной Франции резко изменилось в худшую сторону. В 1792 году, после весьма недолгого правления, умер профранцузский настроенный Леопольд II, и на императорский трон взошел Франц II. Спустя несколько месяцев Священная Римская империя начала войну с революционной Францией. В первое время боевые действия шли для Священной Римской империи довольно успешно. Однако потом, проще говоря, что-то пошло не так. Цепь катастроф, произошедших в ходе этой войны, уничтожили саму империю и едва ли не погубили Австрию. После разгрома Наполеоном Бонапартом в 1797 году Первой коалиции союзников, Пруссия временно вышла из войны, но Австрия продолжала воевать в составе Второй коалиции, что закончилось для нее полным поражением. Священная Римская империя уступала Франции весь левый берег Рейна. В 1804 году Франц II провозгласил Австрию империей, после чего крушение старого государственного устройства немецких земель стало только вопросом времени. Участие Австрии в Третьей антифранцузской коалиции закончилось полным разгромом армии Священной Римской империи и взятием Вены французскими войсками. Император Франц II был вынужден заключить с Францией Пресбургский мир, согласно которому император не только отказывался в пользу Наполеона и его сателлитов от владений в Италии, Тироля, Форельберга и Северной Австрии, но и признавал за правителями Баварии и Вюртенберга титулы королей, что юридически выводило эти государства из какого-либо подчинения императору и предоставляло им практически полный суверенитет. На этом Наполеон и его сателлиты не остановились. 12 июля 1806 года князья крупнейших немецких княжеств подписали договор об образовании Рейнского союза под покровительством Наполеона Бонапарта. 22 июля австрийский посланник в Париже получил ультиматум Наполеона, согласно которому в случае, если Франц не отречется от престола империи до 10 августа, французские войска атакуют австрийские владения. Отказ от короны стал неизбежен. В итоге 6 августа император принял ультиматум Наполеона и объявил о сложении себя титула и полномочий императора Священной Римской империи. Священная Римская империя прекратила свое существование. Разгром Наполеона в 1813-1814 годах и патриотический подъем в Германии открыл возможности для восстановления Священной Римской империи. Эту идею поддержали Англия, Папа Римский, а также Малые и Средние немецкие княжества, видевшие в возрождении империи способ защиты от посягательств со стороны крупных государств. В ноябре 1814 года 29 немецких князей подписали воззвание к Францу II с просьбой вновь принять титул императора. Однако реставрация Старой империи была уже невозможна в соответствии с австро-прусскими договорами 1807-1813 годов, соглашениями о присоединении бывших членов Рейнского союза к антифранцузской коалиции и преимущественно согласно условиям Парижского мирного договора 1814 года, в котором было написано о германском государстве как исключительно конфедеративном образовании.